Развитие правильного речевого дыхания очень важно при логопедической работе, особенно при таких речевых нарушениях, как заикание, тахилалия, то есть ускоренный темп речи, и также и при других речевых нарушениях. Чем речевое дыхание отличается от обычного? При речевом дыхании вдох производится носом, быстро, но глубоко, а выдох производится ртом, то есть говорим мы на выдохе, не на вдохе. При этом выдох производится долго, плавно и медленно, вот таким образом. Как это можно увидеть? То есть учимся выдыхать. Вдохнули носом и выдыхаем плавно ртом. Можно это проверять на бумажечке, потому что струю воздушную мы, естественно, не видим, а здесь как раз это будет наблюдаться. При этом при выдохе губки мы делаем трубочкой, вот так вот, и дуем прямо вперед. Достаточно сильно, но тем не менее стараемся делать это как можно дольше, вырабатывать длинную воздушную струю, долгую, для того, чтобы можно было говорить сразу несколько слов на одном выдохе. Длинное продолжение. Еще разочек. Вдохнули. При этом чисто на слух можно ощутить правильный речевой выдох. Он должен звучать как фу, как будто. Не так, как говорим мы. Вот такой вот. Нет. Вот так вот. Иногда дети делают вот так. То есть как будто греют руки. Нет, это неправильно. Нам нужен вот такой. Вдохнули. То есть губки делаем вперед, выдыхаем ровно, направленно на бумажку. Какие ошибки могут быть при дыхательной гимнастике? Как я уже сказала, могут дети выдыхать вот так. Это неправильно. Дуем прямо. И еще могут дети, допустим, надувать щеки. Дуть вот так вот. Это тоже неправильно. Дуть нужно вперед. Вот так. Еще очень полезны такие игры, как, допустим, дуть мыльные пузыри. Здесь как раз получается правильный речевой выдох. То есть мы дуем как раз вот в трубочку. Вот так. Плавно и нежно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...